Денди В которой мы расскажем вам, как обычно, о новых картриджах, о новых приставках, о новых игровых системах Познакомим вас с секретами, вы увидите Сашу и Дениса, побываете в разных местах В общем, будет все много-много-много всего интересного Мы приглашаем вас в мир новой реальности, в мир компьютерных игр Немного найдется среди наших зрителей тех, кто никогда еще не был в магазинах Денди, которых в Москве очень много Ну а для самых ленивых, которым не в моготу поднять руку или ногу В нашей передаче есть маленький магазин, где есть те же самые новинки, которые продаются в магазинах Денди И сегодня, по традиции, нашу передачу я хотел бы начать с 8-битных картриджей Ну что ж, сегодня для рассказа о Дендиовых, как мы с вами говорим, картриджах Я приготовил две игры, одна для мальчиков, другая для девочек Это вот желтый и симпатичный картридж для девочек, о нем чуть позже А для мальчиков Battle Toads Double Dragon Мы уже рассказывали как-то в одной из наших программ об этой игре, но в формате Super Nintendo А сегодня я хотел бы вам доказать, что и на 8-битном процессоре боевые жабы остаются боевыми жабами Battle Toads Double Dragon Откуда вообще взялись они в детской мифологии, точно неизвестно Можно предположить, что любовь детей ко всему ущербному и жалкому распространилась на самых, пожалуй, сирах обитателей нашей планеты Сначала на черепах, а вот теперь на лягушек, причем именно на жаб Ну а взрослые хитрые специалисты в области маркетинга тут же сделали из зеленых оперативных созданий совершеннейших суперменов Выделили их суперспособностями, супероружием и отправили на суперкосмическом корабле в открытый космос Там отважные жабы, вдохновленные Алексеем Леоновым, нашим соотечественным космонавтом Выходят за борт по своим жабьим делам, а там уже ждут и дождутся их вражеские враги Ну, дальше все понятно, 150 ударов по голове и путь свободен Восьмибитка она и в Африке восьмибитка, сами понимаете Фигурки мелковатые, но послушный джойстикум Музыка довольно симпатичная, но повторяющаяся Картинка довольно типичная, но некоторая ее трехмерность придает игре своеобразный колорит Но вообще-то рассказывать об этой игрушке с душой после нескольких бессонных ночей с супернинтендовскими жабами Да, это знаете, как после чашки с клубникой и сливками с восторгом говорить о картошке Тут мы ничего с собой сделать не можем Ну, а если серьезно, то для обладателей Дэнди эта игра – шаг вперед по сравнению с похожими черепашками ниндзя Хотя, если бы спросили у фанатов черепашек, то, очевидно, услышали бы совершенно другое мнение Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет Фирма Дэнди начала свой путь в мире компьютерных игр несколько лет назад И, конечно, начала с Москвы, потому что именно здесь располагается штаб-квартира этой крупной торговой сети Но, ребятам других городов, вы понимаете, было бы обидно не иметь этих приставок у себя дома И поэтому дилерская сеть Дэнди распространяется и довольно сильно уже разрослась По всей России, от севера до юга, от запада до востока, во многих городах привычным уже стал наш слоненок Дэнди Конечно, где-то на Сахалине ему холодновато, ну, а где-то в Воронеже или в Курске наоборот тепло Но везде он желанный гость И давайте сейчас отправимся, знаете, куда? Навстречу дилеров Кто такие дилеры? Сейчас я вам об этом расскажу Дилеры — это особо доверенные люди, которым поручено представлять интересы фирмы за пределами родного края Если за родной край фирмы Дэнди принять Москву, то все остальное чужбина, где и орудуют эти самые дилеры Это они не знают ни сна, ни отдыха, продавая приставки, картриджи и все остальное Это благодаря им ребята из разных городов России знают о компьютерных играх так же много, как и столичные фанаты Это они, дилеры, кормят нашего слона, чтобы он был здоров и толст, как и положено нормальному слону В ежегодном собрании дилеров самые рьяные получили награды из рук самого Виктора Савюка Главного слоновода и слоноведа России, а может быть и всего мира Скажите, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Станислав, я из Москвы И я официальный дилер стипляра И за что же вам дали такую замечательную медаль, вот, золотую, я так думаю, да? За что? За лучшую динамику развития, так сказать, торговли и обслуживания всех покупателей Дэнди Как вам это удается? Ну, в общем-то, это просто, потому что товар очень хороший В общем-то, практически никаких сложностей Главное, уважать покупателей Но если бы это было так просто, все бы с медалями ходили, а с медалями, однако, швы один Ну, многим дают просто разным за разное, так сказать, нельзя же одну медаль всем давать Я думаю, что все в последующем такую будут иметь Скажите, я вот думаю, что человек, который занимается детскими игровыми приставками Не мог себя чувствовать в костюме, в галстуке, так или нет? Да, вот, честно говоря, вот это очень напрягает А остальное все просто отлично Сами любите играть? Очень, очень, причем вот как-то даже больше вот простенькие приставки Не знаю почему Ну, не знаю, больше нравится Какая любимая игра? Честно, Принц Перси Люблю вообще бродилки всякие, там, прогулки, собирания всякие Может быть, из-за этого и торговлей занимаюсь Что вы слышали о приставке Super Nintendo? Ну, самый главный момент, что я слышал, что, собственно, знаю Это то, что качество выдерживает более полутора лет То есть использование непрерывно То есть смело стиплер может давать гарантию Хотя вот этот вопрос не рассмотрен еще Насколько это будет, да? Но точно, что полтора года она работает без всяких сбоев Это главное А, в общем-то, она по техническим чисто характеристикам Гораздо лучше, чем Sega и все 16-ти битные приставки Золотая медаль, золотые слова Хочется надеяться, что с появлением приставки Super NES Количество дилеров возрастет настолько Что все они уже не поместятся в фешенебельном отеле Olympic Vent Renaissance Живем, увидим Ну, а теперь милый желтый картридж О котором я говорил несколько минут назад Картридж для девочек, исключительно для них На той достопамятной встрече в магазине Dendy на Красной Пресне Мы встретились с девушкой Мариан Вы, конечно, все ее помните Милое белокурое создание И мне в память врезались ее слова Давайте вспомним Я не мальчишка, я не люблю драки Мне больше нравится что-нибудь такое Более женственное девичье Вот такой вот нежный Как говорила Марианна, девичий Картридж «Маленькая русалочка» Он, как и многие игры, сделан по мотивам мультипликационного фильма Фирмы Disney Productions Давайте посмотрим маленький отрывок этого фильма Чтобы вы, в общем, вспомнили, о чем идет речь А это что такое? Ариэль! Фландер! Да перестань, успокойся С нами ничего не случится Быстрее! Беги, беги! О, нет! О, нет Беги, беги, беги! Большая, а глупая Ну а теперь до боли знакомая процедура Вставляем картридж Нажимаем кнопку «Пауэр» Джойстик в руки И вперед, девчонки, специально для вас Несмотря на очевидную направленность Игра Little Mermaid Понравится любой категории игроков Кроме тех, конечно, которые терпеть не могут рыбу И все, что с ней связано Но таких немного Это я знаю наверняка Остальным придутся по душе бесконечные плавания девушки по имени Ариэль В сопровождении своих друзей И, естественно, врагов Дольше всего ломали головы разработчики игры Над русалочкиным оружием Думали-думали и придумали Способ непростой, но веселый Взмахнув хвостом, Ариэль возбуждает в толще воды пузырики В которые забираются рыбешки И вот таким комбинированным оружием Можно довольно долго и эффективно бороться с морскими гадами Сходство с мультипликационным фильмом Производство Walt Disney Productions Поразительное Для восьмибитного процессора Это огромное достижение Но это естественно Ведь фильм не так давно вышел на мировой экран А уж сама игра и вовсе свежая, как молодой редис Музыкальное сопровождение и картинка Подстать году на дворе К концу 94-го Программисты-компьютерщики Выучились выдавливать из восьмибитки Последние соки Так что она трещит, дымится Но выдает на гора килобайты и мегабайты цвета и спецэффектов А так, чё говорить Игра девишья Так что когда ваша русалочка погибнет по вашей же вине Не надо плакать в подушку и бежать к маме Найдите кнопку старт Нажмите её ещё раз И всё по новой Пришла пора в нашей передаче Немножко подробнее уже остановиться на... Мальчик Ты чего? А ты чего? А вот я сижу и думаю А чё это я? А он тогда чего? А сейчас очередной обзор писем программы Дэнди Нового Реальства Ну, во-первых, огромное спасибо всем, кто присылает нам письма с такими вот наклейками или картинками Где вы их берёте? Я не знаю, наверное, в жвачках И вот так аккуратно наклеил, например, нам это... А я не знаю, кто это... В общем, очень красиво здесь есть наклейки из игры Стритфайтер, Супер Марио, Нинтендовская, кстати, игра, Аладдин, Терминатор, Черепашки-Ниндзя, Икс-мен, Дактейлз и Микки Маус Я не знаю, играл ли автор этого письма во все эти игры, но хочу пожелать ему, чтобы количество наклейок, которым присылает нам, равнялось количеству игр, которые он играет Ну, конечно, как обычно, регистрационные карты, дорогая редакция, так уж много прошёл игр Всего 35, представляете? И сейчас я ломаю голову над игрой Принц Перси И у меня есть мечта пройти все игры, которые есть на свете У меня нет приставки, потому что она недоступна, но я всё равно рад, что у меня есть приставка А У меня нет приставки 16 бит, у меня есть приставка Дэнди Это знаете кто? Это Майоров Александр Сергеевич, Саша Майоров, Симоновский вал, дом 16, корпус 2, квартира 102 35 игр Саша, 35 игр это немало, я тебе скажу Есть люди, которые прошли 2-3 игры, а ты прошёл 35, ты уже настоящий профессионал Принц Перси Дело в том, что где-то в почте у меня здесь сейчас, я сейчас найду, вот, пожалуйста Неизвестный мне автор пишет Я решил написать вам передачу, как в игре Принц Перси Саша, это тебе будет очень интересно Для 8-битных приставок Дэнди делать вместо положенных 60 минут 90 Ну вы знаете, что Принц Перси это игра, где на всё задание даётся 60 минут Так вот, для этого, когда на экране возникает надпись, нажмите на старт Push Start там написано Вам следует одновременно нажать старт и джойстик влево-вниз по диагонали Старт и джойстик влево-вниз Держите кнопки и вы увидите, как Принц побежит в кодовую комнату, выпьет жидкость и, к вашему удивлению, попадёт на первый уровень Но с 90-минутным запасом времени Саша Майоров, тебе помог неизвестный корреспондент Твою регистрационную карточку приставки Дэнди Джуниор мы передаём в компьютерный центр Но прошу вас не посылать нам ваши регистрационные карточки Посылайте их по адресу Москва 34 Дэнди Тогда они попадут сразу в компьютерный центр А так мне их приходится туда носить Кстати, не пора ли нам отправиться в компьютерный центр и посмотреть, как у нас обстоят дела с нашей компьютерной лотереей Мы с вами в компьютерном центре обработки данных фирмы Дэнди И наш компьютер уже буквально разбух от той информации, которую он получает в результате того, что вы посылаете к нам ваши регистрационные карточки Сегодня в нашей электронной лотерее небывалый фантастический приз Внимание, слабонервных просим не смотреть Это автоматический пистолет-автомат для приставки Дэнди HyperShot Мечта любого игрока Как вы видите, наш компьютер продолжает листать ваши фамилии и адреса Сейчас я нажму кнопку Enter И на экране появится фамилия очередного победителя Внимание! Хоп! Награждается, пожалуйста, Веселов В.А. Ленинградская область, город Выборг, улица Майорова, дом 1, квартира 31 Жаль, что Веселов В.А. не смотрит нашу программу, потому что в Ленинграде она просто еще не ловится на телевизоры Но мы обязательно сообщим ему, что он победитель и обязательно вышлем ему великолепный автомат HyperShot Продолжаем вспоминать достопамятную встречу нашей программы со своими поклонниками Ты, кстати, знаешь, что такое Супер Нинтендо? Нет, я не знаю, что это такое Кто из вас знает, что такое Супер Нинтендо? Вот это мальчик знает, это мальчик я тоже знаю Товарищи, пожалуйста, посмотрите, вот случайно здесь оказался, честное слово, случайно, вот вам крест Оказался Родик Газманов, помните его, да, это мальчик, который пел песню Маугли и всякие другие песни Теперь он уже вырос, теперь тебе сколько уже? Тринадцать Тринадцать лет, и ты уже сейчас не поешь, да? А чем ты занимаешься? Так как ты здесь находишься, очевидно, это компьютерные игры, да? Совершенно верно Ну, кстати, пою я только, не пою я только временно Пока у меня ломается голос Сильно ломается, но нет? Куски не торчут? Нет, пока что нет Понятно Ну, расскажи, что ты в этом мире компьютерных игр для себя открыл? Ну, вообще, конечно, мне больше нравится Sega Ну, вот, я, вообще, вы мне задавали вопрос, значит, Super Nintendo Вот, Super Nintendo это 32-битный компьютер, поэтому память у него гораздо больше Следовательно, изображение гораздо лучше Позвольте поправить, Родик, значит, Super Nintendo это тоже 16-битный компьютер Так же, как и Sega Это я тебе с полной ответственностью заявляю И мы в наших передачах сейчас решили много рассказывать об этом компьютере Потому что действительно и графика, и музыка, и все остальное там круче Это ты правильно сказал, но не потому, что там мощнее процесса А просто потому, что фирма Nintendo раньше других вступила на рынок видеоигр И стала разрабатывать приставки первые вообще в мире практически Поэтому у них уже большой опыт и действительно очень качественная продукция Какие игры любишь играть ты? Мне нравятся игры типа Аркада, то есть, так Вообще, мне нравятся стратегические игры типа Капитан Хаос или Генерал Хаос Потом мне нравятся игры типа Стритфайтер, Мортал Комбат Стритфайтер проходил до конца? Ну да, но там как? Там, если уровень сложности меньше четырех То тогда там не покажут заключительную картинку о жизни героя Ну, вообще, я проходил, смотрел картинки о жизни Слушай, а как твой отец относится к твоему увлечению? Ну, вообще, мой папа не очень любит, когда я долго играю в компьютер Ну, я постараюсь вообще долго в него не играть Родион, не унывай Точно такие же проблемы есть у каждого игрока Не грусти А сам он когда-нибудь брал в джойсик в руки? Несколько раз Вот когда у нас был Дэнди, у меня сейчас Сега Раньше был у меня Дэнди Мы с ним долго и упорно играли в игру Бэтл Сити Там друг с другом играли В общем, он не любил игры типа Street Fighter Он, конечно, слабенько играет, да? Ну, да, так Да как взрослые могут играть? Конечно, взрослые играют... Вообще, считается, что дети играют гораздо лучше, чем взрослые, так? Ну, вообще, да, потому что у детей гораздо больше времени для компьютеров А реакция там, быстрота, мышление? Ну, да, вот тоже Когда мне было где-то лет шесть Для меня жизнь текла медленно-медленно А сейчас? Я тебя не видел год или полтора Я тебя вообще не узнал, если на улице встретиться Да, это был Родион Газманов Поклонник компьютерных игр И завсегдатый мира новой реальности Когда я слышу слово Супер Нинтендо Меня от удовольствия просто трясёт Цифровой звук Трёхмерная графика 30 тысяч цветов Настоящая революция видеоигр Супер Нинтендо Это больше, чем игра Уже сегодня в магазинах Дэнди По всей стране Совершенно игровая система Супер Нинтендо Это потрясающая революционная приставка Только недавно появилась в торговой сети Дэнди И не все ещё даже примерно представляют себе Что такое Супер Нинтендо Мы постараемся этот пробел заполнить И в каждой нашей программе будем рассказывать об одной или нескольких играх Вот и сегодня я приготовил для вас два картриджа Это Sunset Riders И приключения Линьков, поиска принцессы Зелли Ну давайте начнём с ковбоев Итак, Sunset Riders Переводится на русский язык как Всадники восхода Это такая ковбойская стрелялка Очень красочная, очень красивая Ну как и в общем все игры для Супер Нес Итак, смотрим Не лезет Ааааа Вот и ещё, так сказать, кроме прекрасной музыки и изображения Приставка Супер Нинтендо ещё и сама по себе очень умная Вернее, не она, конечно, а её создатели Помните, мы всё время твердим о том Что надо сначала выключить приставку Потом вставлять или вынимать картриджи На приставке Супер Нес эта проблема решена автоматически Пока я не выключил приставку Картридж в гнездо не лезет Смотрите, волшебный миг Я ее выключаю, и картридж благополучно занимает свое место. Садники восхода. Эта игра — яркий образец того, на что способна приставка Super Nintendo в плане музыки и изображения. Полный 16-битный процессор. Это звучит гордо. Полный пакет видеопамяти, звуковая карта, забита до отказа, и тоже 16-разрядная. Отсюда и настоящий вестерн на экране вашего телевизора, и настоящая ковбойская музычка. Сначала эта игра показалась нам несложной, хоть и красивой. Ну, действительно, пули летают медленно, враги туповаты, лошади быстроваты, небо голубовато. Но лишь потом, свалившись пару раз с коня и получив пулю в лоб, мы поняли, что ничего простого в ней нет. Разве что первая минута дается вам за просто так, для затравочки. А потом, глядите в оба, всадники рассвета встали на тропу войны. А уж сойдут они с нее живыми или мертвыми, это зависит только от вас. Это была игра «Всадники восхода». Выключаем приставку, вынимаем картридж и вставляем туда картридж другой. Это совсем-совсем другое дело. Игра «Зельда». В мировой классификации игр она относится к категории «Quest». «Quest» по-английски это «долгое путешествие, поиск, конечные цели». Эта игра может занять у вас, знаете, сколько? Вот, не совру, полгода вы можете в нее играть и до конца не пройти. Но не отчаивайтесь. Дело в том, что система Супер Нинтендо позволяет сейвить игру, то есть запоминать на том уровне, на котором вы устали и уже падаете без сознания около своей приставки. Вы выходите в режим «Сейв» и в следующий раз, на следующий день, через неделю продолжаете игру с того места, где вы закончили. Но давайте, что я буду вам рассказывать. Давайте посмотрим и заодно все узнаем подробно. Несколько лет назад попала мне в руки игра под названием «Линк». У меня тогда была еще обычная восьмибитная приставка «Нинтендо». Честное слово, я сидел за ней днями и ночами, селись пройти путь храброго юноши Линка хотя бы до половины. Но ничего у меня тогда не получилось. Терпения не хватило. Потому что для игр типа «Бродилка» терпение — самое важное качество. А еще память и сообразительность. Где же мы все это возьмем, возразите вы? Вот уж не знаю, дорогие мои, просто ума не приложу. Да к тому же 16-битный вариант принцессы Зельды, которую и спасает из плена отважный Линк, может служить прекрасным учебным пособием для тех, кто изучает иностранные языки. Вам придется посидеть со словарем, чтобы расшифровать таинственные письмена и диалоги, которыми так и напичкана игрушка. В двух словах скажем. Зельда не просто развлекалка, а игра для умных и пытливых ребят, которым не влом посидеть с книгой и покопаться в словарях. В общем, провести время с пользой. Если такие среди вас имеются, в путь вместе с Линком на поиски Зельды. Видите, что творится? Катридж не вынимается до тех пор, пока вы не выключите приставку. А теперь, пожалуйста, как это сделали инженеры? Я понятия не имею, но это очень полезная вещь и стопроцентная гарантия, что ваша приставка будет выключена долго и веселой. Ну а сейчас нашей передачей пришла пора немножко... Ой, какой мальчик хороший, белобрысый. Смотрите, какое чудо, а. На, возьми. Своей маленькой ладошкой я пытаюсь закрыть то, что уже, увы, не скроешь. Да, 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 на прилавках магазинов Дэнди в Москве уже появился новый выпуск журнала «Видео Аз. Дэнди. Новая реальность». 98 страниц удовольствия, начиная с толстого Хонды на обложке и дальше. Всё, как в нашей программе. Восьмибитные игры, а за ними 16-битные хит-парады, комиксы, фотографии, описания игр, секреты и всё-всё-всё-всё-всё такое прочее. И много того, о чём я ещё не успел сказать. Всё это вы найдёте в очередном выпуске журнала «Видео Аз. Дэнди. Новая реальность». И напоследок хочу отметить, что целых 8 страниц уделено вашей любимой рубрике «Нет проблем». Самый толстый боец стритфайтера на обложке и самый толстый журнал «Видео Аз. Дэнди. Новая реальность» за всю историю создания этого прекрасного издания. И всё это ждёт вас в магазинах «Дэнди» буквально завтра. Время нашей передачи, увы, подошло к концу. Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю. И при нашей сложной жизни, при тех передрягах, которые выпадают на долю каждого из нас, в одном можно быть уверенным твёрдо. Пока в мире есть электричество, мир новой реальности открыт для всех. Пока!